Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман. Вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости, как всегда, журналисты Илана Михаэля и главный редактор лучшего радио Цивизильбер. Рад вас видеть. Ребята, мы с вами у нас дежурная тема в таком составе. Коронавирус. Публикации и политики наши твердят, что волна коронавируса слабеет, говорят уже об эффективности прививок. Многие сделали уже даже вторую прививку, в том числе и я. Коэффициент R стал меньше единицы. Скажите, может быть, мы зря так радуемся ЦВИ? Ну, я пока не вижу каких-то особых причин для беспокойства. По крайней мере, из тех исследований, которые мы видим. А исследования продолжают выходить очень-очень регулярно. Вот, например, вышло исследование по поводу британской мутации, с которой мы видим, что вакцина Пфайзера абсолютно точно так же эффективна и против британской мутации. Южноафриканской мутации пока непонятно, потому что еще не завершили исследование. Но, в принципе, я особых причин для беспокойства не вижу. Только если появится какая-то мутация, которая проявит резистентность к этой прививке, то тогда Пфайзеру придется менять, секвенировать этот геном и менять эту прививку. Нам, по всей видимости, придется проходить это по второму разу. Но пока из тех мутаций, которые у нас есть, у нас южноафриканская еще пока не встречали. Британская у нас уже есть. Да, южноафриканская еще нет. А южноафриканская из-за Дубая привезли? Из-за Дубая привезли, конечно. Значит, я просто не в курсе. Вот, но что еще я, что еще, как вот, в последней, на этой неделе привлекло мое внимание, что Израильская ассоциация гинекологов и акушеров опубликовала официальные рекомендации, что они рекомендуют проходить прививку Пфайзеровскую беременным женщинам, а также парам, которые проходят процедуры по лечению бесплодия, которые проходят процедуры искусственного обладотворения, как называется, интеркорпорального, кормящим грудью матерям. То есть всем им рекомендуется делать прививку. Только, с твоего позволения, я тебя поправлю. Прививку беременным можно делать только на второй и третий, третий, так сказать, срок, а не в начале. Нет, сегодня как раз выступал профессор, специалист по акушерству гинекологии, сказал, не в первый триместр. Значит, то, что написано в этом письме, я не знаю, может быть, какого-то профессора свое мнение, то, что написано в этом, содержится в этом официальном заявлении. Там говорится так, если вы живете в безопасной среде, вы мало соприкасаетесь с посторонними людьми, ваша жизнь не связана с работой, с общением с какими-то людьми, где вы можете заразиться, вы чувствуете себя в безопасности, то лучше перенести вакцину на второй и третий триместр. Но, если вы боитесь, если вы работаете в таком месте, где высокий риск заражения, тогда, конечно, делать вакцину. Но что здесь важно подчеркнуть? Что изначально эту вакцину не рекомендовали беременным женщинам не потому, что были какие-то данные о том, что им это нанесет вред, а только потому, что это неиспытано было на беременных женщинах. Сегодня, на основании огромного опыта, после двух миллионов, даже больше, провакцинированных людей, и обобщая все вот эти побочные эффекты, которые у кого-то где-то появлялись, врачи говорят, что риск от этой вакцины, он во много раз ниже, чем риск заразиться короной. И они говорят, что не обнаружен никакой механизм, при помощи которого эта вакцина могла бы что-то повредить. То есть никак, ни на уровне ДНК, ни на уровне лимфоузлов или клеток. То есть это вакцина, которая сделана на РНК, она не на вирусе сделана. Заразиться короной от нее невозможно. То есть на данном этапе ее рекомендуют просто всем. И детям до 16 лет. На детях до 16 лет тоже она не испытывалась. Мы уже начали, да, 11-12 класс. Совершенно верно. Это с 16 до 18. Но я думаю, что в конечном итоге провакцинируют и детей. И на сегодняшний день, после того, как появилась уже британская мутация у нас, которая более заразная, то, по всей видимости, нам придется вакцинировать гораздо больше процент населения, чем предполагалось раньше, что 60% населения провакцинируем, и у нас мы увидим конец эпидемии, и появится вот этот самый коллективный стадный иммунитет. Но сегодня говорят, что, скорее всего, придется провакцинировать 70-80% населения, для того, чтобы этот коллективный иммунитет появился. И есть очень хорошие данные по поводу того, что люди, которые прошли вторую вакцину, они не заражаются тоже, или намного меньше заражаются. В больнице Шиба подтвердили, что врачи, которые прошли вакцинацию, у них там очень замечательные показатели. Вторая, после второй вакцины, концентрация антител возрастает от 6 до 20 раз. То есть очень хорошие. Все исследования, которые выходят, они очень хорошие. Именно поэтому я оптимист, и я не вижу никаких причин. Тем более, что вот этот коэффициент заражения, он впервые с начала эпидемии, он меньше единицы. Это значит, что эпидемия идет на спад. Если мы будем дальше держать этот коэффициент ниже единицы, то я думаю, что в обозримом будущем у нас эпидемия закончится. Хотя не исключено, что носить маски и соблюдать дистанцию мы будем еще какое-то время. Я думаю, что это логично, и я думаю, что мы уже к этому привыкли, и мы сможем вернуться к нормальной жизни, работать, отдыхать, ходить в рестораны, летать за границу, но при этом носить маски. Илана, политический аспект хотел тебе предложить обсудить. Дело в том, что замминистра здравоохранения, который представляет партию Ликут, заявил на днях, что, на днях, вчера буквально заявил о том, что из-за коронавируса могут перенести выборы. Это повод, это политическое заявление, или заявление человека, облеченного властью именно в Министерстве здравоохранения, который беспокоится о здоровье нации? Ну, я хочу надеяться, что наши министры и замминистры, в том числе здравоохранения, заботятся о здоровье нации. Ну, наша мечта, в общем, чтобы о нас заботились. Что касается его заявления, совершенно очевидно. Прости? Не только министры. И не только министры, да. Что касается его заявления, я полагаю, что он сам бы этого не придумал. Я полагаю, что он некий посланник, который начинает готовить почву для возможного какого-то шага в этом направлении, хотя мы как раз с коллегами обсуждали до передачи этот момент. По существующему законодательству необходимо 80 депутатов КНЕСТа, чтобы проголосовали за перенос выборов. Ну, что для этого должно произойти? Тут только если произойдет тотальная катастрофа, и на нас обрушатся сингапурские, там, неозеландские и марсианские еще мутации, ну, вот и плюс землетрясение, еще что-нибудь, но тогда, возможно, будет вот такая солидарность в парламенте нашем и проголосуют о переносе выборов. Понятно, что, предположим, правящей партией это достаточно выгодно, потому что, судя по ситуации на сегодняшний день, может случиться такое, что противоборствующие силы составят блок и не дадут Бенемину Антоньяу возглавить правительство и составить коалицию. Есть такой сценарий. Хотя, с другой стороны, зная способности нашего премьер-министра, мы еще удивимся не раз и, может быть, удивятся и тех, кто думает, что они смогут его побороть. В любом случае, я хочу два слова, если можно. Коронавирус. Все же про коронавирус как таковой. Ну, я, конечно, очень хочу поддержать дорогого ЦВИКу в положительном настрое, потому что мы все время говорим только вот в отрицательном свете о коронавирусе. Нас даже упрекают в комментариях, что слишком положительные. И тем не менее, я хочу сказать, что наш институт изнационный перешел к третьему этапу испытаний израильской прививки с целью клинических испытаний на добровольцах. Сейчас набирают людей в группы старше 56 лет. Я, честно говоря, не знаю, сколько еще этапов клинического испытания должна пройти наша прививка. Но к этому моменту все, кто старше 50-60, должны были получить Pfizer у нас в стране. Вот. Видишь ли, Саша, тут-то я и впала в задумчивость. Я очень хотела похвалить и сказать, вот видите, как у нас ЦВИКа молодец, и все мы молодцы. Ты уже два раза привился. Я вот в горе. И аэропорт закрыли. И всего-то, всего-то, навсего нам 200 больных завезли за две недели. Ну, что это за мелочи за такие? Ну, привезли нам этих больных. Ну, через 11 месяцев вспомнили, что надо сюда, прежде чем лететь, может быть, все же тесты проходить, как во всем мире. Ну, ничего, но зато мы же приняли евреевство всего мира. Все, кто хотел учиться в Ешивах, они уже тут. И все, кто хотел на похороны, они тут. И кто хотел на свадьбу, они тут. И вообще все, кто хотели, наверное, к стене плача, они тут. И ничего, что, ну, мы поболеем, ну, мы поболеем, в браке за нас помолятся. Видишь, там, сегодня опять нашли огромную, строили палатку, опять на свадьбу в тысячу человек. Но мы же оптимисты. Да, мы оптимисты. Мы же на все смотрим положительно. Поэтому я говорю, ну, ничего, ну, не с таким мы справлялись. А вот, что касается вот этой группы 56-летних, вот как на них будут делать клинические испытания, у меня есть много вопросов. Но с другой стороны, понимаете, надо смотреть на все положительно. Сегодня сообщили о том, что бабушка в возрасте 105 лет, кибуцница, ей сегодня сделали прививку от коронавируса. И кто бы вы думали, делали ей эту прививку? Вторую уже. Это вторую, вторую. Как вы думаете? Ну, кто? Сам Натаньяку. Почти. Ее внучка, которая совершенно случайно оказалась в этом месте. Вот в этой кибуциной полиглинике, хотя, кажется, она там совсем и не работает. И она, кажется, медсестра. И случайно бабушка в 105 лет пробегала мимо. Забежала, а тут внучка. Смотрите, какой пиар-ход получился вообще. Но что интересно, что бабушка в здравом уме и доброй памяти сказала, что ее спросили, ну, а как ты там, вот там, прививка, плохо ли, хорошо? Она говорит, да нет, хорошо, надо на все смотреть положительно, но на все типа не воля божья, она кибуцница, она не может сказать воля божья. Она сказала, надо довериться судьбе, как будет, так будет, я, говорит, надеюсь, что будет хорошо. Ну, вот, я думаю, что мы тоже должны на это надеяться и уповать. Замечательно. Вот те люди, о которых ты вспоминала, те, которые на свадьбах и в самолетах и прочее, они собираются устроить массовые протесты, перекрыть все улицы. Основные магистрали у нас в стране, поскольку протестуют против соблюдения карантинных мер и усиления этих карантинных мер, они набрались опыта у наших эфиопских товарищей, или они и без того умные, ЦИК? К слову, извини, я ехал когда в машине, вот сюда, в студию, передали информацию, что отмечают положительную тенденцию, в арабском секторе резко снижается количество заболеваемых, а в этом растет. Проблема с ультра-ортодоксами, она политическая, понятно. И решать ее можно на политическом уровне. Для того, чтобы ее решать на политическом уровне, нужна политическая воля, стремление ее решить. Но не в этом правительстве. В этом правительстве мы такого желания не увидим, потому что это правительство зависит от Харидима, зависит от голосовых депутатов Кнессета. Депутаты Кнессета крышуют все вот эти нарушения, все вот эти свадьбы. И они прекрасно понимают, чем это чревато. Они прекрасно понимают, что результатом этого является заражение в ультра-ортодоксальном секторе. Они прекрасно все понимают, что за это они расплачиваются, ультра-ортодоксальный сектор расплачивается трупами. Но тем не менее они продолжают эту игру, потому что правила этой игры понятны и они определены изначально, что Рэбе всегда прав, независимо какой. И чтобы он не сказал, они бросятся его защищать. Какую бы опасную идею он не продвигал, значит по определению он прав и никто не имеет права с ним спорить, никто не имеет права это оспаривать. И то, что мы открываем утренние газеты и читаем про то, что Биби Нетаньяу звонил по телефону внуку Рава Каневского и уговаривал его. И тот говорит, да, мы все понимаем. И он обещает поговорить со своим дедушкой. Но дедушка так и не принимает никакого решения и все продолжает работать и все продолжается в том же ритме. И это селективное правоприменение, оно в принципе подрывает доверие граждан к государству, ко всему, что делает Минздрав, к полиции, ко всему, что делает государство, полиция, которая туда не заходит. И я вот читаю репортажи из Бнойбрака. Я сам туда не хожу, просто потому что не хочу рисковать своим здоровьем, да и дел у меня там особых нет. Как правило, я читаю репортажи, которые публикуются в газетах или которые выходят по телевидению. Слушайте, они живут своей нормальной жизнью, вот скучно вот так вот, как они всегда и жили. Они утром в 6 утра уже идут в Микву с полотенцами, потом они идут в Ешиеву молиться внутри, потому что снаружи холодно, да. И с первых дней карантина первым делом у нас закрыли бассейны, душевые там, ну, общественные там и так далее. Потому что сказали, это очень опасно для распространения вируса. Но Микву почему-то работают, да. Ты можешь смеяться, в Германии публичные дома работают. Это святое. Да. Несмотря на все ограничения, но работают, официально их не закрыли. Ну, может, они как-то это делают в маске. Нельзя лишать мужчин хотя бы маленьких радостей в период коронавируса. Потому что они это делают как-то в маске. Да, может быть. Двух. Двух. Илана. Я даже не знаю. Я не буду себе представлять. Или, может быть, клиент должен предоставить тест на коронавирус. Вот. Вот. К нашим ортодоксам. Этих мы еще обсудим. К ортодоксам, Илана. Да. Что ты думаешь по этому поводу? Они набрались опыта у эфиопов? Или, извините, что я говорю у эфиопов без кавычек. Это еще кто у кого набрался? Да. Они устраивали это намного раньше, чем приехал сюда эфиопская. Я думаю, что ничего им не надо было набираться. Все они прекрасно знали. Они ощущают все дозволенность. Мы с вами живем в очень странной действительности, безумной обскала, когда у нас существует государство в государстве в определенном смысле. Потому что то, что дозволено Юпитеру, недозволено Орлу. Быку. Быку, извините. Да. Ну вот. У них, как справедливо сказал Цвика, миквы, синагоги, магазины, школы. А у нас? Сидите и не пыхтите, товарищи. Я, кстати, извините. Извините, я тебя перебью. Был репортаж, показываемый Шарим в Иерусалиме. Там, кстати, тоже публичные дома работают. Я не знала, что там есть тоже публичные дома. Видишь, у меня век живи, век учись. Но в любом случае, понимаешь, Саша, эта тема, она у меня вызывает очень резко негативную реакцию. И поскольку я стараюсь быть политик ли коррект, я постараюсь найти наиболее подходящие выражения, чтобы описать мое ощущение по этому вопросу. Я считаю, что если люди не принимают на себя обязательства гражданские, как то соблюдение законов страны, службу в армии, там и прочее, 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 прочее. Плату налогов. Может быть, они должны жить как-то вот в своем государстве. Вот опять тебя обвиняют, что ты фашистка, потому что заставляешь жить в детках. Я не фашистка. Почему я фашистка? Как это детка? Они сами хотят жить в этом детке. Они сами хотят. Окей. Ведь когда мы слышим сегодня по телевидению интервью с разными там, Робенем, и даже с мэрами некоторых городов, да, которые говорят, вы не понимаете, что для нас изучение Торы это важнее всего на свете, вы этого никогда не поймете. Конечно, мы тупые. Нет, мы никогда этого не поймем. Поэтому у нас переполнены приемные покои, поэтому у нас крах в больницах, поэтому у нас происходит то, что происходит, и наши врачи работают по 30 часов в сутки должны врачи работать, потому что переполнены приемные покои и отделение короны. Я не хочу кидать камень в эту общину. Я не хочу. Мы с вами уже сто раз об этом говорили. Я уважаю традиции еврейские. У меня часть семьи. Обычно принято было говорить тоже евреи, да. Так вот, у нас часть семьи очень религиозная. Но это другое. Это другие религиозные люди. Они могут быть очень верующими, но соблюдающими в первую очередь. В данный момент у меня есть ощущение, что мы как будто на передовой идет война. Или мы этот вирус, или этот вирус нас. И если эти люди нам не помогают победить эту эпидемию и делают все, чтобы она распространялась, значит, они враги. Они ведут себя как враги. Я считаю, что тот, кто ходит и участвует, организовывает эти массовые свадьбы, эти массовые похороны, эти массовые молитвы. Это человек, который, собственно говоря, враг своего народа. Потому что мы тоже их народ. Неважно, что они нас считают Гоем. Мы знаем, кем мы себя считаем. Мы израильтяне. Если они считают, что им дозволено то, что не дозволено нас, значит, они наши враги получаются. Значит, они должны отвечать перед законом. Они должны, по-моему, люди, нарушающие законы сегодня, как в военное время, а мы почти как в военное время уже живем, должны отвечать перед законом. Это мое мнение. А так у нас все хорошо и будет еще лучше. У нас очень многие в этом секторе все понимают. И уже даже были случаи, когда они сами звонили в полицию и просили разогнать там какое-то скопление. Были. Но это единицы, к сожалению. Нет, нет, нет. Это все больше и больше. Они тоже понимают. Дай бог. Не отпускают детей в школы и так далее. Они понимают, чем это чревато. Но, опять же говорю, это проблема политическая. Гармонизировать отношения в стране между всеми можно только одним простым способом. Отделить религию от государства, как сделано во всех странах, на которые мы хотим быть. Это здесь никогда не произойдет. Честное слово. Отделить религию хотя бы от политики. Опять же, это невозможно отделить ее от политики. Почему? Потому что в нормальных странах нет ни одного попа. Во всех нормальных странах, на которые мы хотим быть похожи, на которые мы равняемся, религия отделена от государства. В Голландии, где религия от государства была отделена в 1917 году. Там до этого убивались просто католики с протестантами. Убивались. Там такие шли баталии, я читал. Там такая вражда. Такая была ненависть. Хоп, отменили. Перекрыли крантик, через который... Но ты же понимаешь, что у нас это никогда не произойдет, дорогой мой. Ну, почему? Я все-таки оптимист. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Что, может быть, в 22 веке, может, в 24 веке. И мы все полетим на Марс с Илоном Маском. На Марс с Илоном Маском. Совершенно верно. Вот там будет хорошо. Хотя, наверняка, тоже заведутся. Конечно. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот разговор. Спасибо за откровенное мнение, как всегда. Спасибо и вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Продолжение следует...